МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы знаете, до вот этих последних событий конца 2014 года, когда рубль упал к основным мировым валютам, в принципе, валютные кредиты были распространены. И они были очень приятны для населения, потому что по ним была процентная ставка ниже, чем по рублевым. Если по рублевым было, начиная от 9, заканчивая 13, то по валютам она была 5-6%. И, соответственно, люди никто не ожидал, что не предполагал, что может это было случиться. И в валюте брали с удовольствием, потому что определенное количество времени наша валюта, рубль ввел по отношению к мировым валютам, относительно стабильно. И, естественно, такие кредиты были. И сейчас есть? И на сегодняшний день есть. Ну, по стране это около 100 тысяч людей, которые по статистике, вот, которая статистика имеется сейчас в доступе, что около 100 тысяч вот таких заемщиков в России существует, у которых существуют валютные кредиты. Ну, так у нас-то пикетов ждать или у нас простой кредит не такая большая была? Ну, вы знаете, я думаю, что все-таки большое количество именно заемщиков по валютным кредитам живет в европейской части России, потому что мы все-таки привыкли, и у нас эквивалент, в отличие от Москвы, и близлежащих к Москве районов мы всегда выражаемся в рублях. Когда я приезжаю в Москву и начинаю назвать какие-то цифры, всегда спрашиваю, это вы в какой валюте измеряете? Поэтому у них все измеряется совершенно в другой валюте, в долларах и евро. И, скорее всего, конечно, большинство народу, которые имеют валютные кредиты, это все-таки Москва и Московский кредит. Конкретно у вашего банка нет таких клиентов? Нет, у нашего банка конкретно нет таких клиентов. У нас ипотека всегда была рублевая. То есть пикетов ждать не стоит, проще говоря? Я свой банк спокойно абсолютно точно. А как полагаете, справедливо ли вот такими людям сейчас от государства требовать компенсации? Ведь сами же принимали решения, покупались на низкий процент. Ну, дело в том, что, конечно, они сами покупались, сами принимали решения. Насильственно их никто не заставлял это делать. Государство тоже вынуждено вставать на защиту своих граждан, потребителей. И он не может заставить банки изменить курс или пересчитать платеж в рублях. Он может только порекомендовать банкам. Банки уже на свое усмотрение либо прислушиваются к этому, либо не прислушиваются. Потому что для себя тоже каждый банк делает анализ, делает заключение. То есть сможет ли заемщик платить по этому кредиту, либо придется забирать квартиру, выставлять на торги и реализовывать это все. И сколько будет судеб в семье разорено. И это тоже политика каждого банка в отдельности. Поэтому, я думаю, каждый соразмерно считает свои деньги, оценивает положение заемщика в собственное положение, сколько он может потерпеть убытков. А банк, естественно, если дает валюте, то он и привлекает валюте. То есть, соответственно, у него идет баланс между валютной позицией. Поэтому, пересчитав по курсу гораздо ниже, то это прямые убытки банков. Хорошо. Если таких откровенных валютных займов у нас не было, все равно валютная ситуация влияет на рынок кредитования, как мне кажется. Потому что сейчас люди, наверняка же, понимают, что подорожает импортная техника, автомобили, заграничные туры. Стремятся ли в связи с этим получить потребительский или автокредит, чтобы успеть взять, пока не подорожало? Вы знаете, то есть волна вот такого вот невзвешенного поведения населения, какая была в конце 2014 года, в этом году не наблюдалась. Потому что кто хотел, тот себе уже все купил. А так как все накопления практически были потрачены, то в 2016 году и не было дополнительных денег, чтобы на что-то тратить. Ну, а кредиты, честно сказать, очень взвешенно банки дают. И, естественно, на приобретение какой-то там техники, либо там поездки за границу, ну, в 10 раз посмотрят, то есть есть ли доход этого физического лица, либо нет. Потому что на сегодняшний день политика по кредитованию физических лиц, я думаю, что у всех банков стало очень продуманно и взвешенно, потому что, ну, во-первых, рост безработицы, потеря работы, снижение доходной части, рост потребительских цен, это все влияет на платежеспособность населения. И поэтому, прежде чем выдать кредит, то есть у банков есть списки надежных заемщиков, есть определенная аудитория, да, алгоритмы, аудитория населения, которое, значит, подходит под кредитование, которое не подходит. То есть это стабильно работающие производства, госчиновники, бюджетники, которым идут стабильные выплаты. Ну и, кроме того, существует бюро кредитных историй, где мы тоже смотрим историю по платежеспособности, по количеству кредитов уже ранее взятых, да, и пересчитываем уже тот доход на душу семьи, хватит ли человеку в первую очередь погасить кредиты, проценты. После этого принимается решение. То есть я правильно понимаю, что процент отказов по кредитам подрос? Во-первых, и темпы выдачи кредитов в 2015 году очень сильно снизились, и процент отказов, если он раньше доходил 60-70%, то сейчас 90%. О-о-о, большая часть, подавляющая часть. Подавляющая часть, потому что ни для кого не секрет, статистика эта открытая. У нас в России каждый пятый человек, взявший кредит, является неплательщиком. То есть на сегодняшний день, если брать общую сумму неплатежей по именно кредитам, то она в целом составляет больше триллиона рублей. А это все ложится на резервы банка, на прибыльность банка и на убытки банка. Потому что, хотя и вступил с октября 2015 года закон о банкротствах, но на сегодняшний день практика еще очень небольшая, и банкротство можно к человеку применять, если у него кредит свыше 500 тысяч, и он является задолжен, неплательщиком по основному долгу процентам свыше трех месяцев. Но на сегодняшний день к этому относится все очень осторожно, потому что в большинстве случаев была практика выдачи кредитов без поручительства обеспечений, и многие физические лица умудрились набрать от пяти до десяти банков такие кредиты. В общем сумма бывает большая, но с этого физического лица взять нечего. Когда начинаешь разбираться, он живет в съемной квартире, все у него находится в аренде, и фактически это уже получается дефолтный кредит. А если ориентироваться на ставку по кредитам, уже долгое, сравнительно долгое время держится ключевая ставка на уровне 11%, от Центробанка, как вы думаете, в какую сторону? Вот сейчас в новой ситуации будет? Я думаю, что в новой ситуации она не понизится, как бы она опять не начала расти вверх. Даже так? Последнее было заседание Центрального банка в декабре 2015 года, после декабря 2015 года мы видим, что у нас происходит в январе, что происходит с нефтью, соответственно, к этому всему очень взаимосвязано рост евро и доллара, и падение рубля, и поэтому на сегодняшний день, я думаю, что Центральный банк не будет снижать, ну это мое сугубо личное мнение, ставку ключевую. Ну тем значительнее господдержка вот в этих условиях, я имею в виду по кредитованию и по автокредитам была, и по ипотеке, ипотека с господдержкой. Сейчас говорят о том, что с марта ее прекратят, вот насколько это вероятно? Ну вы знаете, да, господдержка была принята даже до марта 2016 года, на сегодняшний день идут обсуждения о продлении данной программы, и с моей точки зрения это было бы целесообразно, потому что именно ипотека с господдержкой, где процентная ставка у ряда банков, которые вошли в эту программу, их там было около 50, все-таки определенным образом поддержало и население, да, и строительную отрасль, которая занимается домостроением, да, потому что продажи были, и люди брали на сегодняшний день эти кредиты под 12%, и это ставка, которую, ну, в принципе, возможно потянуть, конечно, это, она тоже оставляет желать лучшего, но не в данных экономических условиях. И если государство перестанет поддерживать данную программу, это скажется на очень многих... И на население, и на экономике. И на население, и на экономике, и на строительной отрасли. Немного странно слышать это от вас, вы не участвуете же в программе с господдержкой, да, не участвуете в числе этих банков, это ваши конкуренты, по сути. А вот на примере как раз такого чистого банка, где нет фактора государственного влияния, ипотека у вас как продвигается? Ипотека у нас вообще никак не продвигается с 2014 года, потому что на сегодняшний день мы считаем нецелесообразно, то есть меньше чем по 20% годовых кредитовать невозможно, потому что ресурсы на сегодняшний день дорогие, и они взяты на долгий срок и были привлечены, начиная, значит, с начала 2015 года, там процентная ставка достигала 14% годовых, и поэтому с точки зрения разумности, да, конечно, под 20% можно выдать кредит, но какой доход должен быть у той семьи, которая берет эту ипотеку, да, и какая вероятность, что они вообще погасят. Поэтому, как таковые ипотечные программы под бескомпенсации, я думаю, что и желающих мало, и выдавать их нецелесообразно. Слушайте, а чем вы сейчас живете, зачем люди приходят в банк, в валютные операции? Дело в том, что банки же не только обслуживают физических лиц, мы работаем с юридическими лицами, и портфель физических лиц по кредитованию, он всегда долгосрочный, до 5 лет и выше. Поэтому, естественно, что переключаемся на другие ресурсы, да, и другие активные операции. Но вот, к сожалению, на сегодняшний день именно риск кредитования, он очень высок. Для кого не секрет, инфляция у нас достигла 15%, продуктовая инфляция около 20%. Соответственно, это сказывается на доходах населения, и в первую очередь на платежеспособности населения. Ну, если вернуться к валютной ситуации, на прошлом деле мы с вами говорили, ажиотажа не было, но, может быть, люди раскачивались, сейчас не поменялась ситуация, в обменнике не бросаются? Нет, в обменнике не бросаются, все тихо, все спокойно, потому что уже, я как уже ранее говорила, видимо, у кого было желание купить и потратить свои деньги, где он свои желания исполнил, а у всех остальных только на жизнь осталось. То есть деньги, проще говоря, закончились в основном? Да. Угу. Ну, будем надеяться на лучшее. Все равно спасибо большое, Ирина Романовна. Это была Ирина Антепина, заместитель председателя управления банка Ениси. Это была программа интервью. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok